В студии Алексей Навальный или самозванный лидер оппозиции, как назвал меня телеканал Царьград. Ну, видимо, совершенно правильно, потому что действительно, ну, никто не назначал меня, но я претендую, действительно, это так. Телевидение ужасно интересная штука, даже такое самопальное телевидение типа нашего. С одной стороны, это очень круто разговаривать так с десятками тысяч человек, отвечать на вопросы и ежедневно иметь прямой контакт. С другой стороны, ты становишься рабом этого телевидения, как и со мной получилось на полтора месяца, я взял летние каникулы, и в это время меня каждый день долбили, почему ты ушел из эфиров, как ты смел прервать эти прямые эфиры, они важны. Ну, и, собственно говоря, правильно, люди имеют право предъявлять такие претензии, потому что, когда ты делаешь какое-то медиа, средства массовой информации, ты уже создаешь какое-то общественное благо, и твой эфир принадлежит не тебе одному. И когда ты это общественное благо забираешь, ты, ну, делаешь как-то неприятно, нехорошо другим людям. То есть интересно, как работает эта штука. Спасибо большое всем, кто ждал этих эфиров, спасибо большое всем, кто критиковал меня за то, что я не вел их некоторое время. Ну, я постараюсь исправиться, хотя, ну, хотя действительно это какое-то своего рода такое рабство. Ты каждый четверг должен это делать и не можешь никогда прерваться, ну, только если у тебя есть уважительная причина, типа моей, когда я сижу под арестом. Сегодня, как мне сказали, не очень хороший день для того, чтобы возобновить прямые эфиры, потому что сегодня, прямо, я так понимаю, в эти минуты идет некое грандиозное событие в мире киберспорта и финал игры в Дота 2. Те, кто не знает об этой игре и вообще об киберспорте, не торопитесь смеяться, потому что призовой фонд вот этого матча 24 миллиона долларов. И это сейчас российская команда играет с американской. Там чуть ли не 200 тысяч человек это смотрят в прямом эфире, только на Твиче, еще и на Яндексе. То есть это большое событие. Я желаю победе российской сборной, сегодня они играют с американцами, бейте американцев, наши киберспортсмены. Ну, а мы пока давайте обсудим битву, которая идет сейчас в России. Она самая главная политическая битва и очень интересно, что Путин, естественно, он участник этой битвы, пока в ней отступает. Это очень интересно, очень любопытно и нужно продолжать наше наступление, нужно гнать вот этого человечка дальше и дальше и дальше. Что случилось? Пенсионная реформа, конечно, повышение пенсионного возраста. Путин по факту объявил вот такой дефолт государства. Долгие годы все платили пенсионные взносы. И он сказал, денег нет, я вам не смогу платить, смогу платить только тем, кто выживет и доживет до 65 лет в случае с мужчинами, 63 лет в случае с женщинами. И больше я никому не смогу ничего платить. Это самый настоящий дефолт, потому что, ну как, люди в течение всей своей жизни, они платили эти взносы с условием того, что в 55 лет они начнут получать их обратно. Там 60 лет они начнут получать их обратно. Он и бил, это дефолт. А люди взбешены, и мы видим, ну, такую реальную войну между властью с одной стороны и обществом с другой стороны. А власть использует различные приемы, уговаривает, обманывает, рассказывает на телешоу, как классно повысить пенсионный возраст, как будут расти пенсии. Но люди-то тоже не дураки, и они видят, что с одной стороны есть закон, где очень детально прописано, как у них отнимут пенсии. А с другой стороны нет закона о том, как у них повысят, потому что правительство-то говорит, мы повысим пенсионный возраст, но пенсия станет больше. Они везде всегда это повторяют. Отдайте нам, пожалуйста, правовой акт, распоряжение правительства, закон, план бюджета, что угодно написанное, где стоит печать и подписи чиновников о том, что пенсия будет существенно повышена. Нет. Этого нет. Но и поэтому, естественно, все взбешены. И, несмотря на то, что они такие крутые, у них телевидение и все остальные, Росгвардия, о которой мы сегодня, конечно, поговорим, мы видим, что ребята, конечно, потихоньку отступают. Мы ожидали, что это будет, и я в этой передаче тоже говорил с самого начала, что, скорее всего, это специально придумано, и следующим шагом, там, в середине осени правительство объявит, что немножко понижает вот этот вот пенсионный порог повышения пенсионного возраста. Но они были вынуждены сделать это прямо сейчас. Сначала представитель Единой России, один из руководителей Единой России, сенатор Турчак, Андрей Турчак, известный тем, что он был обвинен весьма убедительно в том, что он организовал покошение на убийство журналиста Олега Кашина. Турчак, значит, заявил, что Единая Россия, такая классная партия. Вдруг внезапно Единая Россия, давайте скажем ей спасибо, она решила смягчить положение этого закона и вернет льготы, связанные с пенсионным возрастом. Что это такое для тех, кто, ну, для тех, у кого нет, кто моложе 55 или 60 и не очень понимает? Это важная штука. Вы, женщина, одинокая, вам 54 года, вы живете в квартире. Вот когда вам наступало 55 лет, пенсионный возраст, и вы начинали меньше платить по ЖКХ, и там различные, много других льгот было связано с тем, что вы достигли пенсионного возраста. А поскольку пенсионный возраст достиг 63, у вас получилось на 8 лет, эта льгота отложилась, и вы должны платить за ЖКХ, так же, как и раньше. А у вас, собственно говоря, в вашей жизни, в вашем бюджете, во всем было запланировано, что вот со следующего года я буду платить меньше и сэкономлю. Это, естественно, вызывало возмущение, справедливое возмущение, ну, как договорились-то за много лет. И сейчас Единая Россия заявила, пока заявила, что вот эту часть она возвращает обратно. Несло, нелегко им это было сделать, но тем не менее, под давлением общества, которое продолжало и продолжало проводить, в частности, различные массовые мероприятия. Моя последняя передача была 1 июля, накануне 1 июля, 1 июля мы акции проводили. Я говорил об этом, что давайте проводить акции, провели мы больше, чем в 50 городах. И разные политические силы. Все ли это, несмотря на то, что это не очень активный политический сезон, несмотря на то, что противодействовали везде, то там, то там были крупные митинги. И Единая Россия и Путин, они просто поняли, что нужно отступить. И они отступили шаг назад под давлением. Сейчас, сегодня издание «Проект» сообщило, и я вполне верю в эту информацию, что на следующей неделе Путин, естественно, выйдет такой в белом пальто, стоит красиво и скажет. Интересно, как-то вот мы погорячились с пенсионным возрастом, ребята, давайте-ка я в интересах народа наши планы немножко пониже. И для женщин пенсионный возраст будет наступать не с 63, а с 60 лет. Опять же, мы понимали, что, скорее всего, они это сделают под давлением, но сделают, возможно, они в середине сентября или в середине осени вообще. Ну, посмотрят, прокатило или не прокатило, как вот в нашей Раше было, да, прокатит или не прокатит. И они уже сейчас летом увидели, что не прокатит, что нужно еще раз отступить. Вот очень много всякие политологи пишут, журналисты, и вообще рассуждение такое частое, что, значит, Путин, он такой вот считает, что нельзя давать слабину, он никогда не отходит. Он всегда отходит. Если есть реальное давление, вспомните монетизацию льгот. Много было примеров того, что он отступает всегда под давлением общества. Это, кстати говоря, не слабость его, а хитрость, сила. Он отступает, если он видит, что сделать ничего нельзя. Люди выступили единым фронтом. Почему Путин это делает сейчас? Потому что все эти штуки, обман не сработал. Не сработало даже то, что они буквально всех, все организации, все политические силы, которые, собственно говоря, должны были выступить против повышения пенсионного возраста, но они их подкупили, заставили, они все абсолютно поддержали действия правительства. Самое потрясающее, конечно, в этой ситуации профсоюзы. Ну вот уж организация, которая просто должна биться в истерике, выводить людей, заявлять, какие-то массовые демонстрации, стачки, забастовки. Все это должны сделать профсоюзы, и они не сделали ничего. И совершенно потрясающее на недавнем обсуждении повышения пенсионного возраста в Думе было выступление главы одного из независимых профсоюзов. Ну, то есть есть совсем продажные профсоюзы. Называется Федерация независимых профсоюзов. Там вообще клеймания, где ставить, постоянно поддерживают Едино-Россию, сразу поддержали повышение пенсионного возраста. Есть разные, и среди них такой есть соцпроф, который заявляет, что он независимый профсоюз. И он против правительства. И вот они пришли на слушание и сказали, что надо повышать пенсионный возраст. Потрясающее выступление. Давайте 53 секунды послушаем. Просто чтобы понять, насколько все институциональные организации в России, включая профсоюзы, конечно, стали абсолютно продажные. И не представляют интересы ничьи, кроме своих, опять же, продажных лидеров. 53 секунды. Объединение профсоюзов России соцпроф ведет уже постоянную работу по обсуждению возможных, изменений пенсионного законодательства. Сегодня смело можно сказать, что наши труды не напрасны. Власть нас слышит. При этом никто даже не вспоминает, что главная цель предстоящих изменений – повысить пенсии. Кто говорит, что пенсионная реформа грянула как гром среди ясного неба, откровенно лгут. И как бы надували щеки так называемые оппозиционеры, уровень аналитических возможностей и просчетов экономических последствий, безусловно, значительно у них ниже, чем у правительства. Сегодня либералы и демократы всех мастей призывают людей на улицу. Но давайте вспомним, много ли было парламентских слушаний о приватизации или какой рынок нужен стране. Ввели и все. Пенсии вообще не платили. Зарплату задерживали месяцами. Сломали жизнь десяткам миллионов наших граждан. Призываем оппозицию прекратить заигрывать с обществом и раскачивать лодку. Выходит представитель трудящихся, и все такие ждут, но сейчас он им врежет. И он говорит, власть идет нам навстречу, правительство лучше знает, что делать. Ну, конечно, они же там такие умные. А в 90-е-то было еще хуже, ну и феерический, конечно, конец. Хватит раскачивать лодку и выводить людей на улицу. Вот как раз этот продажный жулик показал нам, рассказал, что нужно делать для того, чтобы Путин и дальше пятился. Они сейчас объявляют, ну, на следующей неделе, согласно информации СМИ, Путин заявит о менее жестком варианте этой пенсионной реформы, потому что 9 сентября уже почти 100 городов участвуют в нашей акции. И для нас это должен быть совершенно четкий сигнал, что нужно еще активнее выходить. Нужно еще больше людей выводить, раз Путин специально это говорит, чтобы люди не пошли, ну, чтобы куда-нибудь они сидели и говорили, ну, как, ну, вот вроде бы, что идти? Они же и так уже немножко отступили. Вот не нужно на это вестись. И нужно сейчас еще больше приложить усилий с пониманием того, что мы ломим гнуться шведы. То есть нужно этих ребят гнать туда дальше за мажай вместе с их предложениями, вместе с их повышениями пенсионного возраста, вместе со всеми остальными. Вот это, там же потрясающая была такая картинка, заснятая с балкона Госдумы на вот этих вот слушаниях по вопросу повышения пенсионного возраста. Сидят люди, получающие там по 350-450 тысяч рублей и, ну, покажите нам, пожалуйста, 15 секунд, как шло обсуждение и какое внимание этому уделяли депутаты. Депутат Татьяна Воронина от Единой России проголосовала за повышение пенсионного возраста, получает зарплату 400 тысяч, ну и сидит там, что-то смотрит картинки. Ну, конечно, ну, может человеку надо есть, он может сидеть картинки, ну, смотреть, я тоже могу где-то сидеть и там рассматривать картинки, скучные заседания. Ну, ты же пришел на слушание по проблеме пенсионного возраста, и это главное, что волнует твоих избирателей, ну, тебе пофигу на этих избирателей. Ну, вот для того, чтобы вот этой вот Татьяне Ворониной, чтобы она обеспокоила, чтобы она не картинки так смотрела, а переживала, вот в ее... Она у нас депутат от Воронежа, по-моему, у меня здесь не записано, мне кажется, от Воронежа. Чтобы она, ну, как-то больше была обеспокоена, чтобы лазила по соцсетям своего родного региона и смотрела, что там митинг, сколько народу пришло, выберут ли меня в следующий раз, какими проклятиями меня проклинают на форумах моего избирательного округа, вот для этого 9.09 мы, конечно, должны выходить и выходить в любом случае еще раз. Ближе к делу вы увидите, будут какие-то акции второго, накануне, будут после. Естественно, власть в первую очередь попытается размыть это все. Все понимаем, это нормальная ситуация, происходит каждый раз, нужно идти и нужно не бояться идти.